17 по 19 октября Барнаул примет крупные соревнования среди военнослужащих этап Кубка Вооруженных Сил России по армейскому рукопашному бою на призы Героя России Владимира Анатольевича Шаманова. Организаторы обещают зрелищные поединки, насыщенную развлекательную программу и приглашают приходить на соревнования с семьями. У нас в гостях начальник отдела развития физической культуры и массового спорта Министерства спорта Алтайского края Петр Кайдаш и директор фонда Шаманова «Защитники Отечества» Наталья Михайловна Хан. Друзья, коллеги, приветствую. Добрый день. Ну что, Петр, давайте, наверное, к вам будет первый вопрос. Расскажите нашим телезрителям и лично мне, что это за такие соревнования, насколько они крупные и почему на них стоит прийти. Да, добрый день. Соревнования называются, правильно, этап Кубка России вооруженных сил. Участие в нем принимают сотрудники вооруженных сил, заключенные по контракту, работники и те, кто ушел служить службе по призыву. То есть там не будет никаких спортсменов-любителей. Это будет настоящий профессиональный армейский рукопашный бой с полной выкладкой. Соревнования у нас будут проходить на нашей главной основной площадке Алтайского края Титов-Арена. Семнадцатого числа у нас проникается в 14.00 открытие официальное и девятнадцатого числа в 15.00 официальное закрытие, после которого состоятся финальные бои. Вот с семнадцатого по девятнадцатого с десяти утра и до 18.00. Площадка будет открыта, доступна для всех. Можно прийти, посмотреть, поболеть за сборную команду Алтайского края, которая будет там выступать и поговорить с тренерами, пообщаться и приобщиться, может быть, к этому виду спорта в дальнейшем. Уже известно, какие регионы приехали и приедут сто процентов? То есть какой масштаб, сколько участие? На сегодняшний момент еще заявки принимаются до пятницы. Поступает огромное количество заявок, но пока мы не будем афишировать, какое количество будет, потому что все равно оставим возможность прийти и увидеть те регионы, те флаги, которые будут представлять нашу страну на данных соревнованиях. Наталья Михайловна, поделитесь, с 21 года этот турнир, насколько я знаю, переносится, да, и в 21 году его перенесли, в 22-м перенесли, по всем этим причинам. Ну, это причина, сами понимаете, это была пандемия у нас, потом это, как говорится, СВО у нас это были как раз первые такие, это с февраля месяца мы обычно проводим в октябре, и поэтому не смогли провести, потому что ребят отозвали всех, это же у нас все виды вооруженных сил, и танкисты там, и ракетчики, и десантники, и поэтому, а в этом году уже решили, ну, вернее, Министерство обороны дала команду, что в этом году будем проводить. И многие ребята их отозвали со своих этих воинских частей, то есть они, многие из них находились, принимали участие в операции СВО, но сейчас они тренируются, и в основном все 16-го числа приедут, и... Основной день заезда, да? Да, да, день заезда, там мандатная комиссия, ну, и все. Ну, а 17-го числа вот как сказали, что будет открытие. Ну, а, конечно, еще здесь важный такой момент, что в эти же дни будет проходить Ассоциация Героев России присылает свою вахту героев. Да, вот про это можно просто подробнее. Да, Герои Советского Союза и Герои России. Всего их будет 8 человек. Они разъедутся по городам, по районам Алтайского края, но 19-го числа все они будут принимать участие в финале этапа Кубка вооруженных сил по армейскому рукопашному бою. Вот ваше личное мнение, два года турнир переносился, да, сейчас тоже довольно-таки непростое время, и вот все-таки бойцы приезжают, съезжаются в одну точку, да, и здесь и соревновательный процесс, но и в то же время такая, ну, дружеская тусовка, да, давайте ее так назовем, то есть немножко отличие от всего происходящего. Поэтому мы с Министерством спорта решили не просто так провести финал, но и этих ребят, чтобы они встретились с героями России, они поделились там своими впечатлениями, и Герои России с ними, и, конечно же, призы мы подготовили очень достойные победителям, то есть призовой фонд, он составляет 620 тысяч. Ну, про призовой фонд мы еще поговорим, да, еще в процессе, чтобы всех карт не раскрывать. Петра, расскажите от лица Министерства спорта, когда началась подготовка к такому большому турниру, да, потому что этот турнир, на самом деле, один из крупнейших, да, у нас в этом сезоне спортивном, и на самом деле к нему очень сложно, максимально сложно готовиться. С чего все началось, на каком этапе мы сейчас? Смотрите, с 2015 года этот турнир является мастерским, победитель данного турнира получает звание Мастера спорта Российской Федерации, это, наверное, самое главное звание, к которому стремится любой спортсмен со своей карьеры. Эти соревнования у нас включены в единый краевой календарный план Российской Федерации и Алтайского края, то есть имеют полностью официальный статус, это тоже важно для участников, для присвоения разрядов и получения ими званий дополнительных. На сегодняшний момент у нас уже все готово для того, чтобы соревнования состоялись, будет обеспечена медицина, будет обеспечена охрана, так как ключевой момент – это армейский рукопашный бой входит в направление подготовки военно-прикладного спорта, курируемого Министерством обороны, соревнования проходят в полном контакте, то есть не исключены травмы, безопасность на этих соревнованиях должна быть обеспечена максимально. Но также мы подготовили как для спортсменов полностью готовые площадки, мы подготовили для зрителей возможность прийти туда, посмотреть, увидеть героев России, увидеть тренеров, увидеть действующих солдат вооруженных сил Российской Федерации, чтобы они воочию могли прийти, услышать друг друга, услышать то, наверное, что они говорят по телевизору, и просто пообщаться. Поэтому мы приглашаем всех школьников, молодежной организации, студентов, прийти, увидеть вживую эти соревнования. Ну, Наталья Михайловна, теперь раскрывайте за кулисье призового фонда подарки, что ожидают победители, призеров, за что мужчины будут сражаться. Там семь весовых категорий, поэтому, естественно, первое, второе, третье место. И командные. Первое, второе, третье место командные. Кстати, на крайних наша ракетная дивизия, 35-я, заняла второе место. Оно там, ну, буквально там какие-то, несколько, буквально несколько не хватило им баллов, чтобы получить первое место. А первое место – десантники. Здесь уже такое некое противостояние. Да, да, да. Ну, там, да. Поэтому мы, так как живем в Алтайском крае, и ракетной дивизии, бойцам этой ракетной дивизии, желаем, чтобы они показали, что недостающие баллы прошлого достигли в этом году. Вот зрители придут в Чистов-арену, да, увидят зрелищные поединки. Вот что помимо поединков они смогут увидеть еще? То есть это пообщаться с бойцами, да, может быть, есть еще какая-то готовится культурная, развлекательная программа? Конечно, конечно. На финале, да, будет музыкальное шоу. Раскрывать я не буду. Приходите, посмотрите, но будет очень интересно. Там мы, как бы, максимально постарались, чтобы это было зрелищно и красиво. Мы вот выяснили, что ракетники, десантники, да, есть одно противостояние. Какие роды войск еще между собой? Это, может быть, уже есть такие принципиальные соперники в спорте. Ну, как это будем, воздушные, потом танковые, там, ну, то есть это, нельзя предугадать, как они в этом году, какую мощь покажет каждая воинская часть. Поэтому мы будем болеть за всех, они же наши все. Ну, согласен. Но за Алтайским краем будем смотреть внимательнее. А по итогу Алтайский край на каком месте вы хотите увидеть? Ну, понятное дело, что, наверное, он все-таки на первыми командами в личном зачете, но вот все же... Ну, конечно, я... Какие цели и задачи? Цели и задачи, ну, чтобы все могли показать свой уровень, спортивный уровень, чтобы все показали. Ну, конечно, так лично я, так как Владимир Анатольевич Шаманов десантник, конечно, болею за них, ну, и, конечно, за нашу ракетную дивизию. Это святое. Да. Вы за кого будете болеть, Петр? Мы будем болеть за спорт, чтобы как можно было меньше травм, к сожалению, вот так вот. И, наверное, будем болеть за количество зрителей, пришедших на соревнования, потому что очень важно сегодня патриотическое воспитание, очень важно близкое общение, очень важен сейчас настрой тот, который бойцы будут передавать. И, конечно же, когда ты там выходишь на ковер и за тебя там болеет герой России, поддерживает, это, конечно, воодушевляет каждого спортсмена и зрителя, в том числе, который будет там. Мы за зрителей Алтайского края будем болеть. Ну, это точно наши победители. Да, это задача. Расскажите, как у нас армейский рукопашный бой развит в крае? У нас армейский рукопашный бой очень хорошо развивается, культивируется он в основных городах. У нас Барнаул, Рубцовск, Бийск, Затосибирский, а также в районах, это у нас Советский район и, если не ошибусь, Зональный район, ну и, да, Заринский район. То есть этими командами этих городов, районов будет она представляться на соревнованиях Алтайского края, сборная Алтайского края будет представляться. У нас не менее 10 соревнований включены в краевой календарный план по армейскому рукопашному бою. То есть армейский рукопашный бой – некий такой симбиоз всех боевых видов искусств, потому что там идет полный контакт. Многие федерации, в том числе бокс, кикбоксинг, панкратион, самбо, они участвуют внутри этих соревнований. Независимо от того, какой вид спорта они представляют, в основном боец армейского рукопашного боя, он универсальный. Он готов всегда к любому вызову защитить свою родину в любой момент. Именно делается акцент на проведении этих соревнований в рамках патриотического воспитания, и там, конечно, будет полный контакт. То есть последствия полного контакта должны все понимать. Это очень серьезно. Но на поле боя это спасет не одну жизнь каждому бойцу. Тем более армейский рукопашный бой входит в этапы подготовки различных род вооруженных сил, в том числе ВДВ, пехот, аркейников. То есть это неотъемлемая часть их жизни при подготовке на этапе службы вооруженных сил Российской Федерации. В едином календарном плане соревнования подобного масштаба в крае какие еще предвидится и чего ждать нам? Подобных мероприятий, их единичных, они всегда вызывают массу эмоций. И, конечно же, мы рады видеть зрителей и участников у нас на территории Алтайского края, как гостей, так и зрителей, чтобы они могли оценить наши возможности по подготовке, проведению мероприятий, по проживанию, там, как это, логистика. И так, как их принимает край у себя, у нас в гостях, чтобы им было комфортно. И они сказали, когда уехали, мы были в Алтайском крае, нам понравилось, хотим вернуться, там все хорошо организовано. Я хочу добавить, у нас еще по армейскому рукопашному проходит фестиваль, посвященный памяти шестой роты. Уже третий год, поэтому армейский рукопашный бой является не основным, но любимым делом многих ребят, юношей. Так что это, мы всегда готовы помогать, фонд готов помогать этому виду спорта, несмотря, допустим, сейчас у нас и задачи немножко поменялись, очень много, да, в связи со СВО, но проведение таких мероприятий, это подготовка. Да, своего рода, да. Огромное внимание к этому турниру. Наталья Михайловна, расскажите, можно здесь уже, наверное, кратенько, каких гостей нам ожидать, помимо барнаульцев, да, и приезжих, кто будет поддерживать своих парней, вот, из интересных, высокопоставленных лиц? Ну, я сейчас точно не смогу сказать, потому что, зная, что только из Министерства спорта пять человек прилетают, будем их 16-го встречать. Пока вот только. Ну, может, Министерство обороны тоже. Ну, это да, это 100% даже не обсуждается. Да, 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 да. Руководитель войск, ну, просто мы не можем сейчас озвучить в полном составе, потому что все равно командировка такого рода начальника, она всегда некий подразумевает скрытый смысл. Да. Тем более, куда, кто летит, наверное, мы увидим всех на открытии, и тогда уже сможем. На финал вот мы пригласили, но вот сказали, что приедут. Ну, вот в первый день соревнований мы, собственно говоря, наверное, и узнаем. Узнаем, да, и уже на финал мы их приглашали, но обещали приехать, но сейчас не буду говорить об этом, потому что это... Ну, посмотрим. Да, посмотрим. Вам большое спасибо за беседу, очень сильно надеюсь и верю, что каждый барнаулец посмотрит нашу с вами беседу, и в эти дни точка сбора будет именно Титов Арена. На этом наше время, к большому сожалению, подошло к концу. Ведите здоровый образ жизни.